всем здорова ребята это вторая серия выживания на мтс если вы еще первую серию не посмотрели очень советую посмотреть потому что судя по лайкам и по комментариям вам видос зашел если под этим видео наберется такое же количество лайков или даже больше то третья серия выйдет очень быстро но я вам желаю приятного просмотра так чё у нас по ресурсам печально так это у нас кто ой-ой-ой у меня прям флаг ты мне просто ваншотничь когда у меня будет хорошая броня или фабика тогда поговорим просто что у меня стамины мало нужно чуть придумать срочно стамина кончается ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй теперь не точно ничего не смогу сделать там хитин ползает оп арта готова короче мы нашли идеальное место для базы учитывая то что это классик сервер тут нельзя строиться в пещерах мы нашли такое место где всего лишь есть один вход там раньше жил другой tribe но турки были реально поставлены очень криво их вынесли и там осталось всего лишь орпе получается нам нужно только вынести это орпе и место наше этим мы и занялись готов теров только надо сюда еще завести и вообще какой-нибудь потом мы жестко начали фармить на грайндер чтобы побыстрее поднять себе сотый уровень и оформить себе хэви турели но летая по пустыне за дропами я обнаружил маленький рейд ну чё значит я танкую щитом ты подбегаешь ставить фишку ну давай давай готов угу пошли вам только одна будет стрелять по факту ну не уверен еще увидим гол хотя ты кузбамы отходи гадара найс опробует две сишки генератор шлепнулся а смысл или нет урона чё чего бы странно она пошли с дверей зайдём ну-ка нехороший флаг слушай флаг да хорош у него кошки может в этих тире но после рейда мы сразу начали летать по запискам x2 x4 и сразу рубили грайнер чтобы наконец подняться до сотого уровня все шло очень хорошо пока на нас именно в этот момент не напали нечего пытается пикнуть на птере а вот тут не один аргент инстантно вновь просил с чего с точки херарик там бочки у них ёпты еще так гамма ничего не видно как те роли кстати хорошее ютубер это про тебя кстати да я знаю у меня кроме кнута и голоса ничего не был у меня даже арбалет сломался я не мог на базу попасть к нам залезать пытается и обводу уже давно пока вы тут не живете пикнул где он а он минус найс он меня пикнул а а а а взял а не ваку а а а а с я бы их не отобрал а 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 гуд а они здесь взорвал не все ты видел какие у них фабы фабы у них капнуты он сказал Ну так он этого аргента, блин, с трёх тычек почти сливает. Если б с трёх, с одной. Он один раз в голову выстрелил этому. Всё, веди себя хорошо и в этот новый вайп я никто не тронит. Мы вроде и так не буянили. В принципе, у нас до хера чего осталось в плане ресурсов. Они ресурсов-то не трогали. А сёдло-то не успел оптеров посмотреть? Я с винтовки три обоймы рассадил в оптера. Сёдло, они, кстати, очень хорошие, 90+. Ну а спустя, так, минут 15, наверное. Чел из ихнего трайба начал опять за нас почему-то агрессировать. Непонятно, правда, из-за чего. Пришёл даже на некоторое оскорбление. Но не в нашу сторону, а в сторону других игроков. Словарь, конечно, у него не лучший. Этим же он ещё и нарушал правила сервера. Не угадайте, что? На следующий день этого токсика забанили за его гнилой лексикон. Поэтому, друзья, нужно уважать всех. Неважно, это русскоговорящий или нет. Своих соперников или просто игроков. К тому же, ещё спустя пару часов забанили и весь трайб. За ещё одно нарушение на сервере. Вроде бы за тимминг. Но это не точно. Всё, короче, хватит об этом. Давайте я лучше покажу, чего мы добились спустя 2 дня лютого фарма. И теперь, когда у нас база находится под защитой, мы решили пойти на босса, чтобы оформить себе немного краеподов. Напоминаю, что на этом сервере краеподы добываются именно таким способом. Такой вопрос. Дай на них при падении получает урон? Вообще не падает. Он вообще не получает урона от падения. О, круто. Далеко? А, уже смотрю, прилетели все. И я тут. Погнали. Гены пролетели мимо Готта. Не-е-е-е-е-е-е-е. Ну ладно, так, G. Вот моя. Сразу в лицо. Прям ко мне летит. Да-да-да, подходите, если такое дело. О, тут червер. Да. Начинаем бегать тогда. Ну вроде хорошо идет, можно попробовать бетку будет. С беткой там уже БП хорошие. А с альфа вообще БПшки огонь. Угу. Нам бы найти дробаши такие по 300-ни, а альфа вообще не проблема была бы на самом деле. Добивать ее желательно с динозавра, если что. Иначе она может багануть неприятно. И мы без лута останемся. Угу. Мне масляна залетела хорошая. Ну да, да и у них-то не заимпричили, поэтому больно. У меня сейчас дэно не хуснет. И големы камнями закидают. Хе-хе-хе-хе. Бэйлайт. Готов. Я лутанул. Игорь Негода. Продолжение следует...